Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь, Аминь. Мне сказали, что... А, нет, сначала, с первого. Закончили 15-ю главу. Да, закончили 15-ю, точно. И остановились на 16-й главе. Значит, первый стих 16-й главы, послание апостола Павла к кремлянам. Представляю вам Фиву, сестру нашу, Диаконессу, в церкви Пентрейской. Послание. Настоящее послание доставило римлянам Фива, потому и знакомит их с нею, Павел. Высказывает свое уважение к ней и тем, что упомянул о ней на первом месте, и тем, что назвал ее сестрой. Это великое достоинство. Так что помните, сестры, когда вас называют сестрами, великое достоинство. И тем, кто показал ее должность, наименовав ее Диакониссой. Все? Ну, что тут? Я вопрос хотел бы задать. Да, вопрос. Вопрос. Вообще, кто такая Диакониса-то вообще? Мы первый раз сейчас встречаем. Я сказать не первый, а единственный раз. Во всей Библии. Больше слов это не встречается. Один раз. Простите, единственный. Да, а в канонах она встречается. Да. Я попутно хотел спросить, знакомиться с Диаконисом. А я хотел вас с Аком Ньютоном сегодня немножко познакомить. У англичан, там, в Сенате, где, ну, там, палата лордов-то, ему лорда присвоили, и он сидел. И вот, который выступает, он обязательно должен сесть на мешок, полный мешок шерсти, австралийской шерсти. И он никогда слова не просил. Я один раз только поднял руку, слово, и ему через весь зал этот мешок теперь кидают в шерсти-то. Он получил его и сел. Что же он скажет, все замерли. Представь, ученый, он говорит, я вас попрошу, господа лорды, форточку закройте, там сквозить так. А кемешок полетел обратно к депутату. Сегодня нам предложили на улице проводить, там накрыли стол, господа депутаты. Вы считаете, это невозможным или не нужен пока? А съемки? А съемки? Переноска есть? Он уже подошел и сказал, я говорю, буду там делать. Ну, уже все. Ну, смотрите. Уже здесь мы все. Вы не вошли в мое положение. Я три года на занятиях не была. У меня ребенок играет в песке, я посадила, думала, послушаю. Спокойно, без пены. Вы не ходите. Я предложил, не могу больше ничего сказать. Я не один. Не хотят войти в положение. Леночка, я не один. Я старался. В следующий раз войдем, подготовимся. В следующий раз Володя уже не будет, сегодня он уезжает. Другой будет, надо уже будет, чтобы снимали. Ну, давай. Кто бы снимал, того нет. Все, продолжайте. Деканисы какую роль играет? Вот, где не написано. Вот, как плохо без житья святых. Вот, вчера я отвечал, ну, записали мы это, про Дятлова. Игорь Алексеевич, погибшие 9 человек, туристическая группа. Я доказываю, беру житие за 5 марта Конана и Саврянина, которому бесы подчинялись. Такую власть имел. Они за него огород тяпали, растения вырывали, там, все абсолютно делали. Печь растопляли, воду носили. И везде слушали, а кто, что против Конана скажет? Они его хватали, били его. И вся страна боялась про Конана сказать. У него неизримые, везде были посыльные, соглядатые. Бесы. Ну, да разве поверят какие-то неправославные люди, там, сектанты или такие, да как так, да кто он такой. Бесы его слушались. А потом болезни были, такие, оспу они распространяли. Он их бесов переловил, и там 90 сколько сосудов, сосуды глиняные. 30, 30 оловянных, нет, сосуды глиняные, корчашки. И запечатал их туда. Ну, это Хаттабыш просто. Ну, фильм-то как раз про это, что сосуд он вырвал оттуда, вырвались это. И так и было. Когда умер, один сосуд нашли, расколупали, как они подняли вихрь, но по молитвам его загнали их все-таки. Так вот был еще какой-то один Конан, еще один Конан, персиянин, а этот Исаврянин. Исаврянин, это, ну, и Иахов, и Савр, турок какой-то был. А этот другой. И что они мазали, вот когда миром-то мажут, то человек, и батюшка, поднимите штанишки, там эти, ну, батюшке, зайдите в церкви-то, у нас-то не так батюшка делает-то, маленько не так. Ну, а мажут, то все же, печать дара Духа Святого. Что там ей мазать-то надо было? Одна была персиянка, до того большая красавица, он ей надо мазать, а он огнем к ней возгорелся. Пресвитер-то. На ее смотреть нельзя было так. Ну, а мазать, что ей мазать-то надо было? Что он не мог помазать ей те места. Значит, какие-то места, которые сегодня не мажут. И он еще, он не мог закончить, а крещение не закончено, он тогда не видит ничего сделать, и пошел. Ангел уже встретился, он говорит, что идет, что он знает, ангел. Сам не знаю, что со мной сегодня и сделалось. Я всегда думал, что для женщин у меня, хоть голых, табуном идти, я даже не гляжу. Тут какая-то попала, как глянула огнем, вспыхнула все во мне. У протопопа вакуума такое было, одну исповедовал, она так красочно исповедовалась, что он и про жену, про детей забыл. Так он свечку скрутил, двое или втрое, зажженную, поставил, пока, говорится, не зашаяло, не задымило. Вот как бороться-то надо. Так и этот. Так вот, для этого существовали деканисты, которые мазали, где уже совсем нельзя, сокровенные места, и помогали при крещении. Сектанты этого не разумеют и говорят, не раньше, чем в 60-летие. Ну, какая деканистка в 60-летие, это уже песок сыпется. Там речь идет, 60-летняя, избираемая на иждивение церкви. Пансионат в богодельню не принимать раньше 60 лет, потому что ее поставили на иждивение, кошт, выделили ей. Они привыкли, по домам ходят, болтливые бывают, говорят, что не должно. А таковых мы советуем лучше замуж. Вы давайте, пусть она там мушками над ней командует. Любить мужей. Писание-то его и понимать надо. Я когда обратился, спрашивал, а что это, избираемая 60-летняя? Да, это деканисты. Я тогда даже не подумал. Ну, деканисты, их нету. А потом как? Да в 55 лет на пенсию идут. А в 60-е ее избирать куда-то? Да ее куда избирать, когда она уже прописана в одном месте, на Чердецком кладбище? Ну, да в 60-то лет-то. Значит, речь шла об иждивении, о пансионате. У ней была обязанность помогать диаконам и прочее. Как ее руку полагали, в каком возрасте была. А в канонах говорится, что не раньше 40 лет. Вот 40 лет ее руку полагали. В диаконы, в еподиаконы 20, в диаконы не раньше 25, в пресвитеране раньше 30 лет. Шестой Вселенский Собор, 19-е правило, не раньше, нет, это не 19, а 14-е, 15-е правило. А если раньше извергать, ну, что значит извергать? Ну, видимо, ждать уреченных лет, когда исполнится. Я вот смотрю на которых и говорю, а он в Сане 41 год, в Сане церковном. Я сегодня на одного наткнулся, в Сане церковном. 41 год в Сане церковном, а 58 лет, кажется, ему. Так это во сколько лет он был? 18. Ну, вот и все. И кого он может исповедовать, когда он в живе не видел человека? Не знаю, перелистнем. Но что знаем, у нас это непримиримо, дана и не нужна. А получали они или не получали, ясно делал, что обязаны кормить были. И щедро жертвовать. Я сказал то, что знаю. В истории русской церкви православной деконист не было. В истории русской православной церкви. Ну, нет, ни у кого нет таких. Эти, этот вот Георгий Кощетков, они пытаются Агапу, все это. Что я могу сказать, когда не знаю? Может быть, они и правильно делают. Но у нас в этом нужды нет. Нас очень мало. А что она будет делать-то? А у католиков есть такой институт? В данный момент ответить не могу. Думаю, что у католиков, если нету, то совсем недавно как нету. Они, католики, видишь, как мобильно все это могут заметили где-то. А у нас неповоротливая такая законсервированная система. Консервация-то хорошо. Хорошо, но бывают и свежие овощи. Я смотрел в книги по этому вопросу совсем недавно. У католиков нет. А вот уже у протестантов там... Да там вопросы вообще никакие. Связи у них с исторической церковью нет никакой совершенно. Каждый встал, а мне Бог это открыл. Ну и как споришь, что не Бог ему открыл. Вот я их таких беру, просто так беседуем. Я говорю, тебе откуда это известно, что вот так надо, когда крестите, и человека вот так опрокидывать листом кверху, и вот так вот. Вот так всегда крестят. Но слово всегда бесите. С? По какое время? С какого? Все заглохло. Да не раньше возникновения вашей секты-то. Ну, с самого первого баптиста, 1609 год. Раньше 1609-го никто не крестил так. Было, что поливали, было крапили, но чтобы в воде опрокидывать и ложить вот так вот, это совершенно не по Евангелию. А почему? Они спрашивают, почему. Потому что мы в смерть Христа крестили. 6-я глава, 4-я глава у апостола Павла Кремлина. Смерть. А Христос умер стоя, поэтому он стоя должен в воде подниматься. А это положение в огроб. Это в огроб так кладут. И сектанты не кресят в смерть Христа, они кресят в положение в огроб. А положение в огроб никакой харизмы не несет, никакого таинства там нет. Мы смертью Христа искуплены. И поэтому в смерть крестились. Это мы умерли. Не написано, положили в огроб. Они не рассуждают совершенно. Вот я сказал относительно бороды. Борода. Да хорошие люди-то я вижу, это рассуждения какие. О бороде места указаны мною, которые я указываю, несколько мест. Никогда не отвечают. Он перескажет, а у вас трупом поклоняются. Да сейчас о бороде мы говорим. Ну а зачем трупы пилить-то? Я говорю, мы сейчас говорим о бороде. Мужчина должна быть борода. Да вы трупы поклонники. Ты чего с вами разговаривать? Это понимаешь? Так-то не они одни. Вот Ваня Шитикову приезжала, знаете, где-то. Она работала в Новосибирской епархии. Ну и она стала беседовать с людьми. Она работает на складе. А в свободное время с сестрами стала беседовать. Евангелие надо читать. И стала читать. И я сразу к архивии Гедеон Докукин. Тогда был архиепископ. Потом Ставропольский митрополит. Так. Зачем же вы наших людей так учите-то? Не надо. Мы слабые. Но мы православные. Зачем это так? Сектантское нам все нести. Это уж у вас у баптистов так. Она тут же исповедуется. У него работает епархия и причащается. Он ее давит тем же самым. Она владыка. Да и какой? Я ни одной дня с сектантами не была. Я Евангелие считаю. Ну я ей говорю, зачем это баптистское-то? Мы же православные. Мы слабенькие люди. Владыка, вам неправильно обо мне сказали. Я никогда не говорила. Ну я ей говорю, зачем это нам надо? Потому что у вас как положено, чтобы у баптистов так и делайте. То есть то же самое. Тоже как будто это еретик какой-то, это архиерей. Он не слышит, не разговаривает. Это полностью замкнуто. Или он умышленно под дурака играет. Так архиерей не должен этого делать. И я говорю, борода. Борода. А тогда Христос зачем умирал? А какое отношение смерть Христа к бороде имеет-то? Но я ей говорю, зачем это? Борода, какие-то обрядности, все это набираете. Вот такие у вас заскоки. Это тоже юридическое. Но мужчине Бог дал бороду. Я им просто говорю, с баптистами я рассуждаю. Скажите, борода нужна. А зачем она нужна? А кому подражать нам надо? Павел говорит, подражайте мне. В чем подражать? Подражать великому малому. Давайте в порядку. Евангелие от Луки. Читаем. По порядку родословное. Был человек Сифов, Адамов, Божий. Заканчивается родословное. Теперь Божий Адам. Раз все это у него борода есть, нет? Ты посмотри на изображениях. Сиф. Все, 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 все патриархи с бородами. Да кто же бы резал бороду? Везде рисует. До Христа. Христос бородой был. Да, не рисует. Без бороды-то него не рисуют. Он как рисует. Я говорю, апостолы. Ну, мы не знаем. Как не знаем. Библейский словарь вышел в Юстре. Здесь апостолы с бородами. Да вы что? Я говорю, баптистский журнал у меня. Все с бородами. В России-то с бородами все были. Мне книги сейчас принесли, жечь. Я смотрю. Инспектор духовных училищ в области Ульянов Илья Николаевич. Это большое звание было. Очень большое. У него борода. И рядом его инспектора, которые сидят с ним. Ну, конечно, в возрасте. Это большая должность. Лет по 40. Все до одного с бородами. Теперь его сыночек вырос. Владимир Ильич Ульянов. Ему кажется, 29 лет. Рядом сидит Мартов. Сидят там в Крышешановске. Все сидит. Семь человек стою. С борьбы за освобождение рабочего класса. Ну, у меня в шкафу сейчас. Все с бородами. За фотографии. Так это давно не было-то. Отец у него с бородой. Так он училище, инспектор училища. Не училище. Учебное заведение. Это большая должность была. Там, я не знаю, он меньше полковника. Генерал. Генерал, может быть. Генерал. А ты там держал. Теперь дальше. У нас рукополагает первого епископа здесь, в России. Пришел Михаил. Михаил, этот, грешенский епископ. Первый. С Владимиром пришел. Он с бородой был? Ну, конечно. Теперь по порядку. Все с бородой было. Нихан. Авакум. Ну, даже фильм «Раскол». Все с бородами. Откуда вы-то без бородой взялись? От Адама мы проходим. Все с бородами. Вам что, она лишняя давит или что? Я их просто... Теперь у вас иконы. Ну, ладно. Стиктантов, что? Эритиком здесь нету. Вы все православные. Ну, посмотрите на иконы. Вот кто там стоит? Кирилл Мефодий, наверное. Там Христос. Никола Чудотворец налево. Ну, почему вы не смотрите? Я пошел в Покровский собор и насчитал 475 изображений. 475. Нигде руки вот так пошла, мне опущена. Руки или поднята книга держат, или там храм, или что-то сделан. Руки вот так вот стоять нету. Так разрешено молиться? Ну, нет почему-то на иконах. Ни одной. Дальше без бородого ни одного. Ну, Пантелеймон, Иоанн Богослов. Ну, им по 16 лет там, по 14 может было. Варвара, мученица, царица-то первый раз у нее вот так руки. Вот сейчас вот она, последняя икона. Да ты имеешь в виду Елисавету? Елисавету Варвару. Елисавету, вот это первая, откуда появилась первая. Да, вот у нее вот так. Елисавета, мученица, мученица, и накиня Варвары. А руки у нее опущены, это первая. Но бритые появились. Сейчас на иконах стали рисовать бритые. Где? Царь мученик и генералы белой армии. А они все были то с усами, то без бороды. Они не могли бороды пристроить. Первые иконы, ну вот, ну сколько, ну или не больше полвека как назад. Это что, на это ориентир теперь держать? Да они проиграли Россию. Они про масонины добыли, до мозга костей. Вот и все. Рассуждать очень просто. Я всегда обращаю, вот апостол Павел, посаде к римам. И неужели нам, говорит, а садь? Никак. И неужели нам? Никак. Он сам задает вопрос и сам отвечает, сам задает, сам отвечает. Это прекрасно. От людей не дождешься этого вопроса. Я спрашиваю, борода тебе мешает как-то? Так за ней какой надо уход? Ну смотри, какой уход. Вот здесь уход. Ну пыль стряхнуть, и чтоб пушинки слетели. Все. Какой уход? Ну если она у меня борода 60 лет, я 60 лет не брею ее, там 55 лет. Я ни одной минуты, ни одной битвы не потратил. Какой уход? А радиация. А там грязь попадает, пыль. Радиация еще. Так я говорю, а радиация даже. Ну у меня попадает грязь и пыль. Но я здесь-то, это же подход еще только. Я могу смыть, но у тебя-то прямо на тело. У тебя-то язва, язва. Ты-то прямо непосредственно, на что лучше? Вот пыль попала на одежду или на тело, на голое? Что лучше? Нога, которая в сапоге или на голенище? Где опаснее? Ну тут доказывать нечего, это совершенно. Я когда считаю, то ли люди вообще не хотят думать, или им это выгодно так сатану тешить. Определенно и четко здесь. Он говорит, если ты были деканецы, их нет искусственно, не надо натягивать. Их нету. Они утеряны. Ну и все. Вопрос перешагнули. Борода у нас есть. У нас бороду стрижет, он там будет за бородой. В коридоре стоят. Пока не отрастет. Римлянам 16.2. Можно вопрос? Водяний как главный. Я хотел вам вопрос задать. Ну такой актуальный. Вот, допустим, все получилось, как вы сказали, там на день деревни. И получилось, что епископ сидит. Это как-то будет обговорено, то есть, первый вопрос у меня, это как-то будет обговариваться, что будет отдельная беседа с епископом, потому что его не поймать, епископа. Если мы увидим, вот епископа среди такой компании, ну, я имею ввиду компания как коллектив, человеческий, простых людей, живых, которые ходят, дышат, и которые марионетки под него подделаны, чтобы он поглядел туда, там уже опахал он, поглядел сюда, тут ему уже в рот заглянули, подлизнули. А вот в такой компании, то мы тогда себя как начинаем вести-то? Вы беретесь на себя сказать ему все, что надо-то, или нам встревать-то? Мы уже много эту тему говорили, и то, что ты сейчас говоришь, вот так вот делаешь, и стучишь, сегодня он будет смотреть после обеда уже. Да он, может, и не будет еще. Я говорю, он будет смотреть, потому что они сейчас бросили силы смотреть. После этого, как пригласили, что они, как к нам относятся, стоят, какие они лояльно, нет, ты не считай их в этом вопросе, они очень умные. Вот это, что мы с тобой разговариваем, он сегодня будет смотреть и скажет, ну куда ехать, смотри, они перед нами не хотят согнуть себя. Да, ну да, получается, не хотят согнуть себя. Я скажу так, если он почувствует, что перед ним люди, они горбатые хозяйки, он будет разговаривать. Да? Он будет разговаривать. Он может разговаривать. Его брата сейчас ставят у епископа. Его брата родного, говорит. Ничего себе. Да. Понятно? И теперь, все может быть сказать, я забыл, не забыл, а даже не подумал. Мне сейчас сделали замечание. Вот. Мы документы-то сдали. Помолите, чтобы их сохранили, нам вернули визу на оформление. Я говорю, у нас людей-то еще достаточно, чтобы все помолились, потом дома будете молиться. Потому что дают за две недели, а у нас чуть не месяц, потому что пора и праздники. Но они могут и раньше, но не позже. Дальше теперь, я на вопрос. Я ничего не знаю, я сам в числе тех, которые сбоку стоят. Но! Вы-то для чего-то есть, а Бог? А Бог? Я однажды пришел, ну и у батюшки гости приехали. Священники сидят там, в бассейне, кажется, какой-то. Вот. Ну я увидел не так, и вопрос сразу задал. Батюшка мне и говорит. Я гляжу, время позднее, наверное, тебе пора отдыхать. Он не выгоняет меня. О! Слушаюсь. Вышел, да какой же у меня батюшка-то хороший. Я на полусловие прервался и пошел. А вот теперь они задумались, а теперь они спросят. Они могут теперь уже батюшку спросить, а почему ему не дали сказать-то? Он бережет доброе отношение. Вот как может быть. И это батюшка тоже будет смотреть. Будет смотреть? Да. Он ходит к Лене и смотрит. Я уже, я знаю, как у них там распорядок есть. Можно? А можно ли сделать как-то подробно? Можно! Если мы будем помнить, что мы все братья во Христе, и все на суде Божьем предстанем без этих причиндалов. Без прибампа со всяких. Такой, как есть, в голом виде. Ни одежды не будет, и все. Наши костюмы с вами будут под костюм Ева. У всех. Прекрасно. Вот теперь. Я хотел продолжить. Вопрос еще следующий теперь. На эту тему. Ладно, ну так вот уже более-менее понятно. То есть, твердая позиция ваша, это очень хорошо. Теперь дальше. Вы, ну как, как все вы братья знаете, ну, всем видно, что с нами у них происходит какое-то торможение. Это уже заедает у них машина где-то второй раз. Вот сейчас вот третий раз уже пытаются. Они уже сами опять, ну, они и в тот раз сами пытались, теперь уже конкретно. Сами предложили приехать посмотреть. Им с этого просмотра, какая корысть или радость-то, что они все нас смотрят и смотрят. То есть, дело все обстоит в следующем. Как мне видится. Я не знаю, кому как. Я просто переживаю, дальше пускай там сами. Это все батюшки как раз проиграл этот вопрос. Да? Да, уже все проиграл. Дело все в следующем. У них мы становимся, как какой-то косточкой. И косточка довольно неприятная. Потому что, если уж епископ Максим, которого вытянут на разговор с простыми людьми, ну, невозможно. Он вообще закрытая зона, как сорок пятки в Советском Союзе были. Туда попасть, одна колючая проволока и охрана. Поэтому, и он опять сам к нам просится, опять говорить на какие-то разговоры. Он не просится, его пригласили. Прогласил. Хорошо, но он согласился, причем там с кем-то приехать. Теперь дальше. Может быть, как-то уже, слово актуально, я не знаю, может быть уже, логично тоже никто, пора, как бы назрел, уже этот вопрос, разрешить до конца как-то. Ну, то есть, я не понимаю. Может быть, он чего-то недопонимает, епископ. Ему конкретно рассказать, что нам от них надо. Вообще, всю подноготную, побеседовать с ним, рассказать, что мы никогда не были за объединение. Зачем? Когда мы и так к вам ходили молиться, нам было хорошо за рубежом. Почему? Там крещение идет, КГБшников нету. Ну, то есть, все понятно, сергианства нету. Когда вы предали своих братьев, с 17-го года, начиная, 30 епископов писали сергию, ну, это вспомним, соловки. И вы от них, от всех отказались. Их нету в связях нигде. А мы-то за них, мы их поминаем. И теперь вы хотите, чтобы мы пришли к вам, с каким багажом-то мы к вам перейдем, под ваш теплый эмофор, который еще пока надо разобраться, он теплый или не очень. Он скажет, мы не такие, как те, мы другие теперь. Да, вот тут-то и надо до конца разобраться и показать ему. А как те, вот у нас и свидетели, и последние свидетели есть, которые, что было 10 лет назад, то и, помните, как я тут, епископа спросил, я говорю, так а мы вот ходим, сестра первая стала и говорит, а мы ходим, ну а это, и нас называют юридиками, раскольниками, может быть, как-то вы там поговорите, ну, чтобы они там сказали, что этим, что мы-то не юридики. Она правильно поставила вопрос. Ну там, епископ неправильно уже пошел, да вы неправильно благовествуйте, ну то есть, ладно, это его дело. Ну этот же ВОСТ-то и ныне там, а это 2002 год был, вопрос поднимался. А ВОСТ-то не просто ныне там, они еще злобнее стали. Гонят уже. Вот им можно и показать же и свидетельство, я думаю, может быть, прям телевизор вынести, да и показать все это, во всю красу. Вот ваши священники, они вместе с отцом Павлом там, с вами вместе сидят за одним столом, и что вы скажете им, то они и делают. Да дело все то, они не должны такими быть. Опять же, куда мы идем? Это что там, роботизация всей епархии называется? Сказал один человек, и теперь все идут только с правой, да? А где же свобода во Христе-то? Она как организуется-то? Где это рождение свыше каждого человека? Каждый человек угоден Богу. Там вы все цари и священство. То есть надо к нему подойти. Я не знаю, как это сделать, но может быть. А теперь батюшка спрашивает, а цель какая? Вы хотите их обратить? Да, мы хотим, но только от нас зависит, что ли? Ну, если это от нас зависит, или не зависит, но мы хотим обратить их или нет? Я вот это вопрос тогда задал. Вы хотите, чтобы мы были такие, как вы? Потому что человек направляет свою дружбу так, чтобы каков он сам, таким взялся друг. Я говорю, вы хотите? Ну, не молчат. Я говорю, а мы быть, как вы не хотим, мы вас боимся, чураемся, как чумы. Вот так. Смертельные чумы. Это записано, я в ипархии это сказал. Вот и весь сказ. Почему его отдавят? Он никогда бы на это не пошел, если бы его не давил Кирилл. А Кирилл-то вопросы задает не кому-то, а и в тихие. Я же говорил об этом как. Все у них там, в общем-то у вас. Ну, если бы на местах, епископ тоже так лояльно. Ну, если бы он местный епископ маленько по-другому как-то говорил, как по-другому, ну, там можно было, ну, конечно, если бы. А не, как? По-другому не надо писать. Он знает как. Они все это там. Теперь давнули. Епархия, епархия. У вас как там отношения с этими общинами, которые не заходят так-то? Так. Находите контакт. Все, они уже конкретные. То, что он ко мне сейчас по-хорошему и сделал теплый амофор, я в это поверю. Но завтра ему давнули так. Он сразу меня на этом амофоре меня взвернет и повесит. Он меня задушит. Как святого патриарха Протерия. Задушили его амофором и все. Я им конкретно покажу. Нам завидуют все священники. Все. Какую невиданную свободу мы имеем. Вот сейчас, если, допустим, мы полностью покорились, он сразу берет благовестие только по моему благословению. Учит, и неплохо. Ну, давайте, пока мы еще не объединились, теперь исследуйте наше благовестие. Павел говорит, я предложил наше благовестие, не напрасно ли я подвязаюсь к посланию Галатам-то. Я предлагаю мое благовестие. Заснятые ролики, фотографии, люди, книги, свидетели. Позвонить можно, тем более, везде все открыто. Так, им это надо. Они не будут исследовать и не знать. Им нужно, чтобы рычагом я сделал это, как робот. Он думал, все, сейчас пока не надо. Теперь я жду. А когда надо будет? Вот то, что мы сейчас готовимся, покупаем, выезд открываем, это им еще не надо. Почему? Это в обречении всей патриархии. Всей, до последнего кусочка. Они не воюют ни с какими сектантами, ни с мусульманами, они воюют только с нами. Я в эфире, где, ну бывает, встречаются, как они ласково беседуют с сектантами, так рассыпаются перед ними. Но каждый остается на своем. Они не то, что неискренны, я называю суперподлые. Я веду занятия, с таким трудом это все пробил. В университете 15 лет, он тайно делает бумагу, приносит, чтобы мне закрыли все. И у меня было, что меня по их записке выбрасывали на улицу с университета с людьми. Да как я к ним подойду? Я с коммунистами наладил связь, у меня открыты университеты, они следом гоняются. Ну идите вы, я отошел в этот университет. Они туда уже все не пойдут. Вот это высшее авиационное училище, я веду занятия там 7 лет, примерно сказать. Они добились, чтобы меня выгнали. Два месяца прошло, ни один больше не пришел. Они мне тогда звонят, ну приходите, ведите занятия. Вы же говорили, что они не будут. А вы их не знали еще? А они с вами, говорят, да, сказали. Они первый вопрос задали, а сколько нам платить будете? Они говорят, как платить? Аудитория есть, 470 курсантов. У нас все есть. Лапки у нас столько лет видят бесплатно. Ну лапки, что, ну, это еретик. На него что разговаривать? Мы православные, мы ничего даром не делаем. Мы делаем только закрушенный, крупный куш. И все. Мы настолько разные, что даже сказать нельзя. Я с баптистами, с католиками, с григоно-армянами, полностью с Богом работать. С ними нельзя. Он тут же говорит и тут же тебя давит и топит. Только сегодня благословились, приезжаем уже милицией у дверей, а он им сказал, что мы враги Отечества. Он доказал, не доказал, но его никто не доказал на это. Где станция, это, село Ребриха. Отец Олег. Я им предал, да. Все это заснято. Милиция стоит. Он вызвал в Павловске, в Коробейниках. Они одинаковые, как вот под копирку все. Почему? Пуповина не разрезанная с Берием со Сталином. Они у гроба-то распинались, как? Богоданный вождь. Там речь там, патриарх Алексея Первого-то. И теперь Дмитрию, это, дутко-то. Я не дождусь, когда будем говорить? В блаженной Иосифе. Моли Бога о нас. Дождаться бы. А что вы ждете так долго-то? В Латвии Литеранская церковь Гитлер уже канонизирована. Святые Адольфии, моли Бога о нас. А что ты крутишь головой-то? Да Гитлер-то он, что, хуже Сталина, что ли? Да, ну, хуже. Два змея, говорит, боролись. Гитлер не раскулачивал. Так это 10 миллионов хозяйств. А в каждом было минимум 6 человек. Ты умножь на эту цифру. Ты не знаешь, что это такое? Страна муравия. Просчитай. Миллионы. Твардовского, Александра Тифановича. Вот где все. Он своих офицеров не вырезал. Казачество не вырезал. Дворянство не вырезал. Гитлер этого ничего не делал. Он не захватывал дурпатерскую власть. Он выборами пришел. Мало, потом больше, больше, больше. А этот Рэм-то не понимал. Давайте революцию, давайте революцию. Он говорит, ты как мастодонт. Динозавр. Меняется тактика. Он пришел, избранный всем народом. Любимый всем народом. Если каждая, вторая женщина готова была зачать от него ребенка, наверное, любили его. Это не сухорухий любой Сталин. Вот как. Да, тоталитарный режим, но режим, режиму даже тоталитарный, большая разница. Из разрухи, за кого я короткий срок поднял страну. Но он сумасшедший был. Куда он полез? Нам по фронту везти. Тут уж все генералы говорят, нам никогда это не сделать. Как с одного фронта войска перебрасывать туда? Какую силу разбудили-то? Мы говорим о божественном. Нам это не надо. Нам слишком хорошо. У них сейчас главный удар по батюшке будет. Вот. Чтобы у него тромб какой-то, что-то случилось. А это очень просто. Вот в камере сидишь, с той стороны ручку определенным намажешь, он спит, ничего не знает. Ручку этим веществом намазали, он утром выходит, все. Что-то кашлится сегодня. Через два дня уже скачался. Ручку только намазали, и все. Больше ничего не надо. Собаки нет. Но это все открыто пишется сегодня в интернете. А может никак от этого не спастись. Это не мина, ничего не взорвалось. Больной, тем более, уже с сердцем был. Очень просто. А мы говорим, все. Машаров как погиб? Первый секретарь Беларуси по сегодняшний день разбирает. А Кулаков как погиб? Ленинград. Вдруг откуда-то на шоссе влетает грузовик и долбит. Как это так? Это все очень просто делается. Еще вопрос туда же наводящий. Это о чем молиться, чтобы понимали все? Конкретно вот об этом, чтобы Божья воля была выполнена. Как Богу угодно. Потому что говорят, а что отвечать? Как разговаривать? В первую очередь, надо ли отвечать? Вот вопрос, как надо ставить. Надо ли? Или надо молчать? Это первый вопрос, который я всегда должен знать. У меня было вот здесь, когда беседу, но кто участвовал-то? Я ни одного слова не сказал. Единственное предложение, я сказал, у кого телефон зазвонит, вы его не включайте, вас же вызывают. В коридоре поговорите, сзади все. И пока не кончилась беседа с московской патриархией со священниками, я не сказал ни слова, оно все записано. Ни одного слова. У меня было, когда-то я у баптистов помогал там строить дом, крышу крыть, а пресвитер против меня всегда был. А тут-то я работаю и сидим рядом за столом. Постное время, а хозяйка вареники, творожники со сметаной. А тарелки вот такие вот примеры большие-то. И он ест. Ну я клюнул там сбоку, где сметаны-то нет. Да у нас пост сейчас. Что там, взял хлеб, а вот съел все. Никонов Алексей Дмитриевич. Крепкий мужик. Так, так ты будешь? И нет, это нет. Он вот так тарелку берет, одна надует. Бог, и главное, никуда не вылетели, ничего. Одно мгновение, чудо, и мои фельмени эти, вареники у него. И он эти заворотник. Но на крышу-то надо лезть. А я на крыше там отрываю, крою. А не, не, какой хороший ты человек. Хороший. Во-первых, я молчу и работаю по полной программе. Они еще только пришли, а я уже на крыше давно, два часа сижу в работе, один. Был у баптистов, и сказали, такой-то сестре надо помочь крышу перекрыть. А где адрес? Все, меня никто не звал. Да ты же не баптист. Почему не баптист? Я баптист. Я эгоист, я 50-ник. Мне есть, что сказать. Это мой путь. Межи мои прошли по прекрасным местам. Я для баптистов очень хороший, потому что я молчу и работаю. Вот такой я нужен везде. А как только там заговорил, так все-таки не воздержался секретарь-то. И парк ей говорит, под каждым словом могу подписаться. Николай, помнишь? Все это записано. Под каждым словом. А можно опровергнуть? Нет, нельзя. Вот я сегодня выставил, вчера этот видеоролик о Дятлове. Я настаиваю, что это единственное, больше ничего нет. Согласно того, какие были расследования. Во-первых, чего они испугались? Первый вопрос. Зачем они туда налезли? Я нашел ответ. Они хотели посрамить все предрассудки неугодных, неграмотных манси. Так, а кого они испугались и бежали? Резали палатку-то. Вопрос не отвечал. У меня он отвечал. И тот, и другой вопрос. С какой целью приехали? Ну, а третье. Почему Робра поломана, синяков нету? Я на этот вопрос отвечаю. Следов нету. А? Следов нету никаких. Нету, следов нигде нету. Приехали, уехали. Опять. Теперь еще, что с какой целью они это сделали? С тем, чтобы всем дать урок. Не возносись. Чтобы припомнились Рафима Сарус. Я ответил на все вопросы в одном ролике. На все до единого. А сегодня нашел уже подтверждение тому, что я говорю. Думаю, хорошо, что я не лазил в интернете и не знал, что Агафья сказала, что сказал этот экстрасенс. А все это все в моем ролике есть. Но только я мотивирую. Жития святых считаю, места писания, не канонические книги. У них ничего этого нету. Мой ответ самый полный во всем интернете. Еще хотел... Так, нет? Да, сам полный. И задавал вопрос. Да. Еще хотел задать дальше. Но, скорее всего, получится так. Но он будет действовать теми же методами. То есть, всех отстраняют и в какой-то момент вы с батюшкой опять оказываетесь вместе с ним. То есть, он будет беседовать с вами отдельно. А на это я не пойду. Не пойдете? Не пойду. Вот. Это уже важно. Как я от народа могу? В тот раз-то ушли от народа. Откуда мы знали? Это только подготовительное было. Пора догадаться. Это подготовительное было. Два епископа. Нам сказали, пройдемте сюда. Вы же не знали, что там будет. Совершенно. Ну да, ну ясно. Нас подняли, а люди стоят наши внизу. А что они нас отсекают? Мы даже этого и не знали. Отсекли. Там два епископа сидят. Куда их выпустят теперь? Ну я все равно встал и ушел. Я же ушел. Ну да, вы все-таки через сколько-то появились войны. Рого половина. Так что здесь другая уже обстановка. И тот номер, они даже не были. Они очень умные в этом вопросе. Я вспоминаю, один сотрудник КГБ обратился, и он говорил, вы воюете с КГБ, вам никогда их не переплюнуть. Запомните это слово. Их учат, институты качают на это. Это их ученики, их школа. Смотри. Виктор. А я этот ведущий. А что там в Кривленом? 15 глава во втором стихе. Что там дальше? Интересно посмотреть. Скоро начнем. У нас есть актуальные. Это не актуально, брат. Как не актуально? Как не актуально? Это все одним мановением-то вы извините, у меня вот простуда, нет температуры, и все рухнули, все наши разговоры, вы понимаете? А вот Писание это вечно. Брат, чего? Я тебе еще тогда, я тебе тогда вопрос задам. Чего? Вопрос задам. Давай. Сколько деревень, которые приглашают епископа, и туда он едет? Скажи, сколько этих деревень? Он приехал теперь. Чего вы радуетесь? Чему вы радуетесь? Не, ну как... Куда он еще приехал? Да никуда он не приехал. И не приедет. Если вы так покажете. Базатор. А теперь... Включайте. Один из вариантов, Капон приедет. Теперь давайте слова девать. Причайте. Точно так же, куда ваши слова девать? Вы сейчас наговорили на камеру, страху на них нагнали и прочее, и прочее. Для кого? Для кого все это? Вы же сейчас говорили-то, Игнать Тихоныч. Игнать Тихоныч, у нас каждый имеет право говорить. Вы, он, я, любой из нас, правильно? У нас демократия, а не другая там декратия. Вот и все. Поэтому я и говорю, что зачем это? Мы собрались занять. Сейчас прорабатывают планы, человек предполагает, а Бог располагает. Вот и все. Мы сейчас наговорим планы, тогда были планы, пошли в епархию, там мы сейчас им рукава за что? Врежем. Врезали, умылись и ушли, и все. И ничего никому не сказали. Вот и все. То же самое и здесь. Николай, вот и все. этого не было, ничего этого не было. Вот это переживание-то было. Брат, стоп, стоп, табу хватит уже. Ну сядь, сядь, брат, садись. Я ведущий, садись. Ну что вы начинаете, что за дискнуть, прошу? Ну ты уже спросил. Руку отдавай, я тебе говорю, да, говорю. Я сказал, сядь, сядь. Ну садись, сядь, сядь. Я устал, сиди. Не могу, понимаете? Я вам не трясите. Он говорит, вы воспринимаете, что он говорит, с той целью посмотреть, что из нас. Я не думаю, что он просто так-то. А ничего, он сказал, поднимися, остался, сказал, сел, сел. Знаете, как это располагает человек? А мы сразу, по засчету мне говорили, что кто-то такой, это не годится. Это идет тренировка, святые все время так и делали. Вот говорит, сегодня мы с тобой занимаемся, она уже трясутся. И кто? Амросий, архимандрит. Так, слушай, ты, тебя как звать-то? Меня Александра, никакая ты не Александра, требуха вонючая. И сегодняшнего дня, чтоб так и говорила, кто спросит, так и говорит, требуха вонючая. Да как я? Я сказал, но это его там паста, вот и все. Ничего особенного в этом нет, он ничего не сказал, он просто так показывает, чтобы было понятно. Так, во-первых, я не знаю, про какую встречу, когда с епископами двое там были-то, там действительно говорить не приходилось, но им тоже это было ясно, что мы не пойдем на то, что они меняют в одностороннем порядке. Епископ Евтихий, когда он спросил, так что он, Игнатий не вернется, он говорит, нет, он никогда не вернется уже, раз вы изменили то, что договорилось. Все, теперь к нам они, а теперь пошли и все, умылись. Не умылись, мы умоемся дома. Но они теперь делают так, как мы договорились. Теперь уже сами к нам с аппаратуры вот сюда приехали, и ты здесь вот сидишь, ты это все видел. Значит, мы не зря там были? Не зря, это была подготовка. Потом подготовка очень сильная прошла. Епископ наш сказал, вам Игнатий никогда не обвинить, что они православные, он сугубо православный. И он дал такую характеристику, значит, не зря были, но уже без меня. А когда я был, я молчал больше, ну, несколько слов сказал, это достаточно, а то мы пойдем, режем, у нас и мыслей даже не было, Николай, это не надо, в этом каяться надо. Чтобы я думал, да или кто-то, а кто больше говорит? Они нас отсекли. Ну, батюшка говорил, а я сидел и молчал. Там вообще нет. Но когда сюда пришли, они уже с огромной аппаратурой на штативе и все снимали это здесь. И подаппараты, у нас тут корреспонденты, газеты были, все фотографировали. А к ним пошли, ну, а дальше уже подготовка. А потом они отказались. Так что, у нас ничего противоправного не было, во вред, никому это не было, но и благословен Господь. Опять же, я хочу продолжить. Для чего я это все спрашиваю? Я это спрашиваю для того, что у меня-то в душе есть надежда, что они согласятся все-таки создать рабочую группу, хотя бы попробовать. Потому что наше желание показать им чистоту православия, к которой мы себя, в принципе, относим. Брат, и ты себя тоже, в принципе, должен относить к чистоте православия. И вот то, что вот это вот мы сейчас читаем, оно напрямую связано с нами. Мы желаем, чтобы епископ Максим в такой же простоте говорил о своей пастве, которая у него есть. Не обритых и подьяканах, которые называют козлами и дураками, старших себя людей, не говорю там, верующих с бородами. Игнатий Тихонович просто со стороны стоял, смотрел, как они избивали вот раба вашего покорного слугу. А я специально стоял. Нет, вы не сказали. Я посмотрел, вижу, он молчит, я понял. Игнатий Тихонович наблюдает, чтобы потом вот это свое состояние, которое там у него было, мы его точно не знаем, но на сердце отражается, я понимаю, чтобы это все перенести епископу. Но епископа никогда не бывает. Вы как не понимаете? Теперь, когда сидели два епископа, Господь как сделал, над ним портрет, большая фотография семинаристов. Ясно, что не двоечники. Я говорю, а это кто? Но я уже знал. А это кто? Ну, это отличники его. Это, я говорю, ваш волчатник. Как волчатник? Да так. Это будущие батюшки, лютые волки будут. И вот этот пример, теперь я стоял, молчал, но я же там с ним рядом стою. Сестры, помните, как нападали после прощенного воскресения, и как они напали семинаристы на нас. Наглые, дикие, бессовестные. И я ему все это высказал. Это преступники. Вас судить надо за то, что вы добрых ребят такими волками сделали. Это я ему все здесь сказал. Я для этого и есть, чтобы сказать. Так зря ли мы там были? Не зря. Не зря. Притом, это было положено очень сильное основание. Он даже с опаской, он умный, и он отпустил священников к нам сюда. Это разве мало? А тут кто был? Тепляков, председательный, или секретарь, журналисты Полтайского края. Волобоев. Какие были у нас люди? Так, не надо трогать никого. Вот так. А потом дальнейшая встреча. И то, что они отказались, это тоже пример. Пошли, не пошли, теперь нам они дали тему разговора. А через это мы подойдем. Почему вы не твердые в слове своем? Почему вы от доброго дела, начатого уже, и так отказались сразу и разрушили? Дипломатические встречи всякие, все нарушили. Почему? Им придется отвечать. Потому что мы все это запишем. Может сказали. А батюшка скажет, не надо писать, да ничего не скажет. Но если скажет, это не в храме. У него в доме, если он может командовать, а мы попросим выйти на улицу, и все, если власти у батюшкина кончилось, он больше ничего нет. У меня в доме он командовать не может. Он может командовать там, а здесь он никогда не скажет, что здесь не снимаете. Никогда. Почему? Здесь я хозяин. А вот коридор пройдешь, там он хозяин. Он только мигнул, не надо снимать. Ну и все, Володя закрыл, аппарат ушел. А я ему отдельно говорю, батюшка, почему ты? Идет литургия, тут важный момент такой, ты говоришь, считаешь, почему? А что каждое слово? Теперь я ему доказываю, показываю. Вот выступают депутаты, вот депутат заснул, спит один, снято. Вот у них там свалка, драка, друг друга хватает, там бьют на Украине, и все это показано. Вот жарит эту Пугачеву, Жириновский, все это открыто, как он ее, да вы как проститутки только под каждого ложитесь, пилишки, и она сидит только, как рыба на льду, рот разевает и все. Она знала, с кем схватилась-то. Я так думаю, несмотря на его, вот эти Вильянин, где он может быть один из самых умных депутатов, кто из них организовал партию, кто отдельно партия, один человек, он образовал, только больше никого нету. Он не два и два, не отказался победить, или может подтасовали. Он вполне мог быть президентом. Помните, когда первый раз он захватил сколько, за него было. И сейчас, и все это заснято. Вот он сидит, развалился, а рядом журналист, выслушивает. И он сказал, ты откуда сбежал, ты из дурдома, дурак же ты такой-то. Как дам тебе, и все это заснято, все выпередо. А тот, а ну-ка, убрать его. Вдруг огромные амбалы, как там это, когда у Гитлера там надо его убрать, который предатель-то. Все, пошли. А он идет сзади, слышит, как кто-то бьет, кто-то падает, но уже за кадром в коридоре не видать. Зачем? Зачем? Мы, во-первых, знаем, что это за человек, и не дай бог, если мне это попадется. А потом и думаешь, да и я не буду этого делать, еще другие дела, чтобы не попало. Это урок. А мы все что-то прячемся, даже на литургии. Я говорю, на литургию-то смотри, патриарха снимают, Дмитрия этого Смирнова, этого тухлыми яйцами кидают, в Андрея Кураева там, и все заснято. Почему он не боится, Андрей Кураев-то? Его клеймят, там он пришел, бьют, он за барьером стоит, а он наступает, прям, кажется, сейчас убьют его. Ничего, все заснято, в эфире стоит. Смотрите. Я ни одной съемки никогда не боялся. А можно снимать, да даже не спрашиваю. Это наша жизнь. И кто-то из этого возьмет для себя урок. Дух Господний, где там свобода. Где Духа Господнего нет, нет свобода. А раз нет свободы, я понимаю, хоть тысячу раз говорю, Дух Господний, благословить, ничего там нету. Это пустое махание рукавами. Это рабы. Они ничего не получают. Должи быть свободны. Я имею желание сказать, мне никто не запрещает. Они правила, мы Макадон написали. Аще, мирянин, досадит священнику или скажет ему укорно, да будет проклят во веки. И не простится ни в семь веке, ни в будущем, да единый уча с Каином да с Иудой и наследует. Сумас эти. Священнику сделать, это уже моей судьбой. Он стоит, у него кроме проклятия-то ничего нету. А незаслуженное проклятие написано не сбудется, но падет на волосатую тему. Не на лысину, на волосатую тему. На меня уже не падет она. Я даже это увидал, что на меня и проклятие-то не падает, они отскакивают. Пока тисца. Я еще дальше хотел продолжить. Дело все в следующем, что возможно, как его душа, епископ это, она не расположится к этому рабочему нашему процессу. По какой причине? Дело все в том, что у нас не епархия, у нас всего лишь одна община. У нас один священник, и там несколько чтецов. Можно пересчитать по пацам. Остальные все миряне. Теперь дальше. Создавать рабочую группу. Из кого? Они. Почему они прислали к нам именно трех сначала священников, потом четырех священников? Почему именно такое? Почему ни шесть, ни восемь, и ни одного мирянина нету? То есть, такое впечатление, что с нашей стороны, это знаете, как вот есть там про басмачей, фильмы древние, старые, и там убили всех командиров, и самый старший у них там этот сержант, или там даже кто-то там, ну, оттуда идет полковник царский, там, ну, они там захватывают какой-то, где у вас тут старший? Ну, говорит, все, будешь ты старшим, ты у нас за офицера. Все, шашку ему нацепили, портупеет. И вот он вышел, а он только что из рядовых. Ну, как с ним разговаривать? Кто подошел, представляется, я там полковник Ромаевский, он там, а этот кто? А я там что, Иван Иванов, ординарец там какого-то. Так а что с тобой разговаривать? Так а у нас там командир отдыхает, ну, они все скрывали же. Так и у нас получается, они-то все видят это, и ему как бы это прийти. Ну, кто такой, вы видели, сколько у нас там? 180? Да я могу половину выгнать, у меня еще 90 останется. А вы кто тут такие лазите тут под ногами, у меня? Это так уж, что там, что-то, я не знаю, потряху взбрело, вы бы мне сто лет тут не нужны. Это вот так. Если вот с такой позиции, надо ему показать. А как показать? Вот это правильно вы сказали. То ли говорит теперь с ним, то ли не говорит. Он пока опять ничего не понимает. То есть, сколько раз ему нужно наступить на эту граблю, он как этот, индейец, апачи. Уже два фингала есть, но тут полку только остается, и все получить епископу. Уже ногу там ломал он, там его, видать, хорошо пригревает. Ну, что еще-то ему нужно, чтобы нагрело? Ну, и брат у него епископ, но не он же стал второй раз, дважды епископ советской, в этой России. Ему один раз быть епископом, и это его паста. Пускай он мирян покажет своих, не семинаристов этот забор, деревянных роботов этих, волчатник, а нормальных мирян, простых людей. Подожди, а вы знаете, в России кого хотят иметь президентом? Сейчас, если сейчас случится, это невероятно, но это вполне может быть. Все больше и больше людей туда склоняется. Прохоров. Лукашенко Александр, белорусский президент. Интересно. Вы его не знаете просто? Нет, не знаю. Вы бы знали, как его любят все. У него там, он не смотрит ни на какие союзы, к нему там поцелают, никаких. Сейчас он, я лежу, сейчас ролик снять, он говорит, в нашей стране, ну, по крайней мере, пока я живой, никаких гомосексуалистов в семье не будет этого. Этой мерзости у нас не будет. Молодец. Все, да, настоящий мужик, вот это да. Дальше, вы отработали, то другое. Почему рабочим зарплата не повышена? Передать другому сразу. Вот это мужик, все внизу подписи, вот это мужик, вот это работает с народом. По Белоруссии проехали, говорят, как по США едешь-то, какая чистота, порядок, восстановлен, заводы все сохранил, сельское хозяйство сам обеспечивает. И он не отменял смертной казни, чтобы сколько сот человек, этих маньяков казнил. Он никому не подчиняется, он президент настоящий. И все, вот нам бы такого президента. А если они объединяются в одном союзе, тогда все, разговора нету. И он сразу, он этих, повалит, даже считать не надо. Почему? Он работает. Он работает. Я его в глаза не видам, но может быть встретимся. Все может быть. Мы для него подарок приготовили. Лукашенко Александр. Поэтому я еще раз хочу, напомню, если вдруг зайдет вопрос, то поговорить с ним, сказать, ну, епископ Максим, ну, вы нам, да, показываете там, приезжаете, священников, мы видим только черные ваши мундиры с погонами золотыми. Это все понятно. Покажите нам паству. Вот мы, простая паства нашего батюшки. Да, взлелеены Словом Божьим. Игнатий Тихонович, руководитель этих занятий, понятно. Но вы нам покажите вашу такую группу, и вы там встаньте, как свой их пастырь. И тогда мы будем сравниваться. Сейчас сравниваться нам никак нельзя. Мы настолько ниже, сестры, мы настолько ниже московской патриархии сейчас, потому что они-то все священники, а мы-то все миряне практически. Один наш батюшка. А отсюда вывод-то какой делается? Что миряна, они в упор не видят. А если с ними объединиться, мы сразу исчезли их зрение. Мы имеем вес тот, пока мы здесь одни. Если только соединились, все. Ни я, ни ты, никакого значения больше не может. Так, эти собрания прекратить. Неподчинение епископа. Сразу под канон попадаем-то. Он сейчас не может ничего сделать. Батюшка мне говорит, а вот если сейчас митрополит-то мой почистит меня на покой. Ты скажи, я не хочу на покой. Как он тебя почистит? На каком основании? Тут есть паста. То есть это будет супер беззаконное дело. Если бы это можно, он давно бы сделал. Он на это не идет. А было ли, о нем и молимся? Это батюшка-то вариант правил. Тогда же что-то? Ничего. Ну, почистил на покой. Что-то нет. Они сам не снято. Ничего. С покоя возвращаются. Ну, человек на покой пошел, а потом вызвали его. Срочное дело вернули, как это Дэн Сяопина. И все. И опять руководство. Мы для них показываем, что такое настоящее православие. Вот в чем дело. Вот что они больше всего боятся. Если, когда они верят, что вы православные, у вас так, выходит, что и у нас могло быть. А меня спрашивают, а почему они этого не делают? Не скушайтесь. Это Семкин говорил. Он, почему они не работают? Почему они этого не делают? У нас-то крохотулька. Нас вообще нету, считай, никого. Бложка одна. А они гоняются за этой блохой, задохлым псом по горам. Как Саул за Давыдом. Игнатий Ильич, я спешу напомнить вам, что епископ Евтихий вот здесь сидел. И когда ему задали вопрос, а где вы увидели возрождение России, что вы разразились такой необыкновенной речью, декларацией там, за рубежом? Это же его 2002 год, когда он сказал, да тут в России что происходит, братья зарубежники? Вы же не знаете, что там, там возрождение. А он говорит, ну как, а вы? А кто вы? Ну, вот вы здесь и там, потеряю-ка. Это епископ считает за возрождение России. А в этом есть что-то пророческое. Рано или поздно где-то что-то дрогнет. Я уже даже от работы в интернете, и такие намеки, как блески, уже в этом есть. Люди уже прислушиваются. Так это православие. Так вы какие-то неправославные. Мы самые настоящие православные. Христиане. Но, вот когда, допустим, мы сказали, мы апостольские. Мы не говорим так. А вот я заряжаю. Апостольская церковь. И сразу выдвигается. Сразу же 10-20 строчек идет Григорино-Армянская апостольская церковь. Григорино-Армянская апостольская. Они называются апостольской. Не католики, не православные, апостольские. Они так и называются. Их обвиняют монофилицией, монофизиции. Они говорят, мы исповедуем два естества, две воли во Христе. Это обман. Они настоящие. Настоящие. И поэтому я свободно к любому священнику Григорино-Армянскую подойду и благословлюсь. Мы неуязвимы для них. А у них что ты, еретики, к ним нельзя. А для меня даже до жены какой нет. Он смотри, руку поднимает. Вот тебе, да. А почему мы тогда сидим с одним священником? Почему у нас больше нет священников? Столько братьев. Хоть какими-то хитростями его где-то не кинули. Чуть-чуть. Еще, мешок туда кинули, еще долетел мешок-то этот. Туда? Туда. Туда? Хитростью, говорит, надо бы братьев было хоть поставить священниками. Об этом говорили, не поставили. Мы об этом вопросе раньше говорили. У нас было два дьякона рукоположных, и оба оказались бракованные. Бракованные. Один ушел, не поймешь, куда, с чего, грека, какие-то там, старостильные. А другой здесь есть и только подыскивается как, что, где. Он даже не служит. Преграда Богом поставлена ему. Вот и все. Значит, в этом что-то есть. У нас было бы несколько священников, все было. Но вот так вот Господь сделал. Еще хотел напомнить, что тоже это к этим же всем беседам, которые, возможно, состоятся с епископом Максимом Алтайским, Алтайской епархией. Дело все в следующем. Вот то, что сейчас он согласился ехать, и разговоры такие о бороде, какой регламент он спрашивает, это все, я к брату, к нашему, старшему отношу, это брат, твой огород камень. Это говорит о том, что никаких там мордобоев он не видит. Разговор идет на дипломатическом утонченном уровне, который он понимает. Почему ты это не понимаешь? Разберись себе. Ну, на коленке встань, там сегодня приедешь. И помолись как следует. Ты попроси жену. Вдвоем молитесь. У вас там домашняя цепь. У них претензий-то нет, как они здесь беседовали. С вами нельзя беседовать. А батюшка сказал, мы договорились беседовать равное время, это часы. Но никто не делал. Но записывали. И когда подвели итог, получилось, что мы говорили на две минуты больше. Ну-ка, хозяева выходят. На одну минуту, что ли? На полторы там что-то. Вот. Вообще говорили те, другие, те, другие. Все это записывали. И оказалось вот так. Претензий не было. Там, которые ушли мы, ну там я говорил больше часа. Дали слово. Ты свидетель этому. К этому тоже претензий нет. Не укором нет. Все принято. Ни одного слова. Только он в конце. Сказал секретарь, под каждым словом готов, можно подписаться. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok